Девушки отдыхают Девушки отдыхают Женщин, детей 75 дней держалась осажденная Одесса 250 дней осады выдержал Севастополь И каждый день ощущали они помощь Новороссийска Борта, города, людей Лидер Ташкент затонул 2 июля При бомбардировке Новороссийска С начала войны бомбардировка 2 июля была самой варварской Самой разрушительной И за дня в день Фашисты пытались разрушить город и порт Который снабжал боеприпасами и продовольствием Одессу и Севастополь Новороссийск стал фронтом Еще будучи в глубоком тылу Эскадрильи вражеских бомбардировщиков Устремляются к Новороссийску Под нами трехкилометровая Цемесская бухта Говорит диктор И Trade Говоритinois Б Если диктор Сworld Психьььььььйьььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььеьььььььььььььььььььььььььхььььььььь Century Город защищали войска Новороссийского оборонительного района в составе 47-й армии Черноморского флота, Азовской флотилии, авиации Черноморского флота. 19 августа враг начал наступление непосредственно на Новороссийск. Гитлер надеялся на то, что, владев Новороссийском, он сможет развить наступление на Туапсе и Сухуми вдоль Черноморского побережья по Сухумскому шоссе. С первых же минут бои приняли ожесточенный характер. 20 августа создалась угроза прорыва противника к Новороссийску через перевалы. На кораблях Новороссийской военно-морской базы формировались отряды морской пехоты для прикрытия перевалов. Снова, как в Одессе и Севастополе, прощались моряки с кораблями и уходили на берег на защиту Черноморья. Из директивы штаба фронта. 6 августа 1942 года. Развернувшиеся бои на Новороссийском направлении с каждым часом становятся напряженнее. Враг несет большие потери, но подбрасывает на этот участок свежие силы. 7 сентября командующим 47-й армией и Новороссийским оборонительным районом был назначен генерал Гречко. Его заместителем контр-адмирал Горшков, членом военного совета армии полковник Мальцев. В этот день в Новороссийске было уже 5 вражеских дивизий. Многие атаки врага разбились об упорство защитников города. 10 сентября, когда почти весь город был занят фашистами, Ставка Гитлера поспешила объявить «Новороссийск в наших руках». Но это было не так. В районе цементных заводов «Пролетарий» и «Октябрь» был создан огненный рубеж, который остановил фашистов. Дальше враг не прошел. Из донесения командующему за Кавказским фронтом. В борьбе за Новороссийск наши части остановили дальнейшее продвижение противника и прочно удерживают восточный берег Цемесской бухты. 16 сентября 1942 года. Враг так и не смог стать здесь хозяином. Субтитры создавал DimaTorzok